Всем здравствуйте! Впервые актер женился, когда ему было немногим за 20. Супруга Алла училась в пищевом институте, но по специальности работать не стала, устроилась редактором на радио. В этом браке у Вениамина родились двое детей. Елена и Алика – творческие личности. Первая писательница, вторая – актриса и певица. Леонид – сын Лены и старший внук, кандидат филологических наук, преподает в Государственном гуманитарном университете. Сыновья Алики – Артем и Макар – носят фамилию деда. У младшего, по словам матери, нет отчества. Слово «папа-старший», понимая, как это может ранить брата, не произносит даже, когда встречается с собственным родителем. Отец почитает за счастье выходить с Аликой на одну сцену. У семейного дуэта за спиной множество театрализованных представлений, в том числе музыкально-поэтическая программа «12 месяцев танго», спектакль «Лекарь по неволе». Личная жизнь Смехова изменилась в 1980 году. Тогда, после мучительного развода, с Аллой его женой стала киновед Галина Аксенова. Она – кандидат искусствоведения и доцент школы студии МХАТ. Представительный мужчина не намерен сдаваться годам. Хотя Вениамин Борисович считает, что как актер уже все сказал, от работы с выдающимися режиссерами современности не отказался бы. В этот ряд попали Никита Михалков, Алексей-учитель и Валерий Тодоровский. Смехов коллекционирует фотографии, на которых он как бы душит коллег по театру или съемочной площадке. Собрание снимков получило название «Компания за душевных друзей». Новости о кинематографических проектах с участием Вениамина Борисовича появляются нечасто. Один из последних фильмов с его участием – «Фантастическая антиутопия мафия. Игра на выживание» вышел на экраны в 2015. В основе сюжета – популярная игра, которая в мрачном будущем из забавы на вечеринках превратилась в интригующее смертельное телешоу с баснословным выигрышем. Выживают в конце только герои Смехова и Андрея Чадова. Сейчас актер готовится порадовать поклонников сериалом «Казанова в России». Авантюрно-приключенческая драма по сценарию Алексея Тима, автора «Детей понедельника» и «Стрельца непрекаянного» снимается в духе этих картин и рассказывает о любви легендарного венецианца и русской крепостной крестьянки. Оператор фильма тоже звездный, обладатель «Золотого орла» и «Тефи» Илья Демин. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.